Приехали в тишину по ночам! Они отдыхают и очень-очень громко всю ночь слушают музыку, танцуют, веселятся, но до определенного момента. Потом эти люди начинают выяснять отношения, потом дерутся. И, в общем, это все заканчивается к пяти утра. Ну, некоторые особо соютики до шести выдерживают. Мы, соседи, являемся непосредственными участниками всех этих веселых моментов, а также проблем, разбора, кто кого уважает и кто какую маму обидел. Понимаете, я из тех людей, которые, в принципе, за то, что люди должны отдыхать, веселиться, и мы все разные, у всех разные потребности. Но, простите, если за ночь пять-шесть человек с музыкой приезжают, меня будят, я уже четвертый год, я не выдерживаю. Я не выдерживаю, мне 41 год, я не выдерживаю. У нас в подъезде живут разные возрастные категории. Простите, почему мы должны страдать от того, что кому-то весело? Почему эти веселящиеся люди не могут отдыхать в других местах? Я считаю... У меня есть видео, у меня есть истории. Я лично наблюдала, как девушку потащили в кусты и пытались изнасиловать. Потом я всю ночь наблюдала, как полиция расследует, ходит там, по кустам выискивает. Меня зовут Раиса Ивановна. Я живу на Кашевовой, 10. У меня как раз две комнаты выходят вот на эту площадку. Как 10-11 часов подъезжают, так газуют, ву-у-у, газуют и музыку включают. Включают на всю катушку музыку. У меня вот там стекла, три стекла я специально сделала. Они не выдерживают, они аж дребезжат. Покупают в ночном магазине пиво, потом начинают плясать. Несколько раз я к ним ходила. Я говорю, ребята, ну идите к своим мамам, бабушкам, пусть они слушают. Почему мы должны слушать? Вот в нашем подъезде два инсультника, два инфарктника. Я тоже на инвалидности. Один молодой человек говорит, а вы к нам подходите каждый раз. Я говорю, что, должна вскакивать после каждой машины. И в час я подходила, и два, и три. И ребята из других, из чеченца однажды ребята подходили. Я говорю, ребята, ну вы свой народ уважаете, ну почему вы нас не уважаете? Ну они спокойно, все-все, мать мы уезжают. Так как они уезжают? Не чеченцы, а наши. Вот они подъезжают, и потом так же с музыкой и уезжают. И так с 10 и до 7 утра. До каких пор люди будут мучиться ночью не спать? Потому что это начинается в 11 и до 5 утра продолжается. Сколько раз мне приходилось кричать с 9 этажа, чтобы прекратили уйти, хамилили маленько музыку. Наверху мужчина кричит, я сейчас стрелять буду. Мы что ждем, чтобы что-то случилось, какая-то что-то? Только из-за этого. Сделайте до 11 часов эти все ночники, чтобы не было больше ночных. Потому что это спальный район. Рядом находится в 30 метрах детский стадион. Это школьный стадион. Там магазин называется «Маленькие люди». А там все студии детские. Запрещено, если детские студии больше где-то... А это в этом же здании детские студии. И мы торгуем водкой. А кто знает, дети проходят мимо. Может всяко стащить. Ребенка куда-нибудь и все. Было тихо, хорошо. Ну а теперь невозможно. Ну что, я как-то вышла на улицу, он музыку играет, не было 10 часов. Я вышла, говорю, молодой человек, ну прикрути немножко, он говорит. Смотри, бабушка, еще нет 10 часов. А до 11 я имею право. Ну и все. Вот так живем на первом этаже. Что тут говорить? Сделать хотя бы чуточку пораньше, чтобы они закрывались. Такого изобразия не будет. Они не только в 10 часов. И в 2 часа ночи. И в 3 часа ночи. И в 4 часа ночи. И только к 5 часам. Подъезжает в такси, забирает девушек. У нас тут еще девушки собираются. По-моему, ну как сказать, вот я не знаю. Вот, да, да, да. Как сказать, социальное какое-нибудь положение не очень хорошее. Вот. Вот это все проблема. И если это все сделать, по-моему, это можно решить. Да. Раз они, извините, пьют. И туалет. И туалет, извините, у нас тоже под окном. Вот. Так что. А нам с 6 этажа все видно, все слышно. Очень хочу, чтобы убрали магазины вот эти ночные. И сделали нам стоянку. За стоянка запрещена, и будет все отлично. Даже ко мне как-то в 3 часа ночи приходил участковый. Спрашивает, вы слышали тут, что с девушкой? Я говорю, я как? Первая группа инвалидная до сей поздно. Я как спущусь с 9 этажа осмотреть, что тут с девушкой хотели сделать? Конечно, нет. Я боюсь даже выйти.